Месайловскую школу номер один, расположенную в жилом комплексе Пригород-Лесное, посещают более тысячи ребят. Как рассказал директор образовательного учреждения Денис Грачев, многие из обучающихся – представители разных национальностей и вероисповеданий. И проведение уроков в рамках проекта «Школа добрососедства» особенно актуально в их учебном заведении. Это как и профилактика работы с детьми, и укрепление дружеских связей детей. То есть мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы детям было комфортнее обучаться в школе и быть более сплоченными, дружными, проявлять дружеские отношения по отношению друг к другу. На встрече для учащихся седьмых, восьмых и десятых классов выступили представители трех религий – раввин еврейской общины, имам хатыб мусульманского центра Рахман и настоятель казанского храма села Молокова, которые познакомили ребят с основными понятиями и терминами своих вероисповеданий. Вера – это не есть только какой-то набор догматов, набор вероучений, но она прежде всего должна выражаться в жизни каждого человека верующего и влиять на эту жизнь. И мы с вами знаем, что есть такое понятие, как заповеди, есть понятие грех и есть понятие добродетель. На мероприятии у школьников была возможность задать вопросы священнослужителям. Как вы считаете, почему Бог допустил появление грехов, если он всемогучий существует? Почему есть вновь, почему есть грех? Потому что Бог дала человеку право выбора, свободу выбора. Главная цель проекта – это укрепление отношений между детьми разных национальностей. В Мисайловской школе такие уроки будут проходить на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.